В люберецких школах грызут не только гранит науки. В этом смогли убедиться представители общественной палаты Московской области. Совместно с городскими коллегами они проверили, как организовано горячее питание в школьных столовых. Сытно ли кормят люберецких школьников и гимназистов, расскажут мои коллеги. Завтраки в школе номер 27 начинаются после первого урока. В новом учебном году потоки разведены. Сначала в столовую приходят младшие классы, одна перемена, одна параллель. Это добавило работы поварам, но на качестве блюда это не отразилось. Калорийность, она как раз соответствует потребностям возрастным. Меню включает в себя обязательно завтрак. Это каша, бутерброд, фрукт и напиток. Меню разработано и утверждено Роспотребнадзором. Школьное меню составляется сразу на 10 дней. Оно едино для всех учебных заведений округа и области. В гимназии номер 16 на завтрак дают такую же овсяную кашу и творожный срок, как и в других люберецких школах. За один учебный день здесь дважды успевают накормить около 2000 учеников. При этом качество питания соблюдается постоянно. Родители могут узнать, чем кормят детей. Вся информация находится в специальном разделе на сайте школы. Родители могут прийти в школу, записавшись предварительно у ответственного за питание, и проверить и качество, и частоту, и соблюдение санитарного состояния во время приема пищи. Да, достаточно часто, но раз в неделю точно приходят родители. Мониторинг организации горячего питания в региональных школах проводит и общественная палата Московской области. Составлен график таких проверок. В первую очередь изучают меню, соблюдение санитарных норм на кухне и в столовой, общаются со школьниками. Самое вкусное что? Борщ. Борщ? Да. Часто дают борщ? Ну, достаточно, да. То есть тебе нравится? Да. А кашу какую любишь? Манная. Манную кашу любишь? Красавец. Безопасности школьного питания сейчас уделяется особое внимание, поэтому в ходе таких проверок грубых нарушений, как правило, не бывает. Чаще встречается отклонение технического характера. Недостаточно количества посадочных мест, недостаточно количества умывальников. Меньше, очень мало отклонений, связанных с нарушениями методических рекомендаций. В ходе проверки нарушений в организации горячего питания в люберецких школах не выявлено. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Белый днев나ев Ворусин, Денис Уиль Tages.